Всем привет! Продолжаем путешествовать по городам мира. Сейчас я в Риме. Вот хотел вам показать памятник капиталистской волчицы, который кормит Ромала Ерема. По преданию это легендарные братья-основатели Рима. В чем там соль, чтобы не пересказывать всю историю. Жила была Весталка, а Весталк ее заставил стать, незаконно сместивший ее мужа. Звали его Амурей. Он был младшим братом Реи Сильвии, который заставил стать Весталкой. А жрицы богини Весты, или Весталки, в древнем Риме пользовались большим уважением и почетом. Их особо было неприкосновенной. Они освобождались от отцовской власти, имели право владеть собственностью и распоряжаться по его усмотрению. Ну и так далее. Там много действительно было прав. Они были очень уважаемые жрицы. Но заставив Сильвию стать Весталкой, Амурей обрекал ее на 30-летнее безбрачие. Вот такие были законы. Но тут в священную рощу явился Марс и получилось так, что Рея Сильвия, так звали мать Ромула и Рема, родила, родила двух детей Ромула и Рема. Так вот Амурей посадил ее в темницу, а младенцев приказал положить в корзину и бросить в Тибр. Просто как почти как сказание царя Гведония. Помните? Корзину прибило к берегу, по латинскому холму, где и скормила волчица, а заботы матери заменили прилетевшие дятел и чипис. Впоследствии все эти животные стали священными для Рима. Ну а затем их этих братьев подобрал пастух. Пастуха звали Фаусту. Жена пастуха Лоренция приняла близнецов на свое попечение, так как у нее умер свой ребенок. Ну а когда Ромула и Рем выросли, они вернулись в то место, где они жили, откуда их, собственно говоря, посадили в эту корзину. Узнали тайну своего происхождения, убили Амулия, который посадил их в корзину и восстановили на троне своего деда Нумитор. Деда звали Нумитор. А потом они пошли к Тибру, река такая, искать место для основания новой колонии. Ну и вот главная история такая, что они сидели и ждали какого-то знака, где основать город, на Палатинском холме или же на Капитолийском холме. Ну и вот Рем увидел шесть летящих коршунов, а Ромул, как он сказал, двенадцать. И вот Ромул выбрал спор, что надо строить на Палатинском холме. Провел борозду, а в это время Ром в насмешку перепрыгнул через нее, через эту борозду. Это взбесило Ромула, и он убил собственного брата. Ну, в общем, короче, не очень хороший был, видимо, братан. Потом Ромул раскаялся в убийстве, основал город, которому дал свое имя. Так, в общем, собственно говоря, город был основан на Палатинском холме. Кстати, в 2007 году на Палатине, прямо под развалями дворца императора Августа, археологы нашли пещеру, где якобы находились дети, которые вскармливались волчицы. Фигуры близнецов, говорят, были отлиты в другом стиле, чем отлита сама волчица. И появились они в конце 15 века. А Анна-Мария Каруба, реставратор, в своих исследованиях указывает, что сама волчица была отлита в 8-10 веках нашей эры. Предположительно, скульптором близнецов назван Антонио Дэнль Полайло. Еще хотелось бы отметить, что это, конечно, копия, которая установлена в этой колонне в районе здания Капиталистского музея и мэрии города. Еще хочется отметить, что большим почитателем волчицы был Денито Муссолини. Для него она была символом стремления возродить Римскую империю. Он рассылал копии матери Рима по всему миру. И действительно, на территории Италии достаточно много копий волчицы, так и Марочка. Вот такая история, которую я хотел вам рассказать. В заключение я хочу вам прочитать стихотворение Гумилёва. В 1908 году он его написал. «Ромул и Рим зашли на гору. Холк перед ними был дик и нем. Ромул сказал, здесь будет город. Город как солнце», – ответил Рим. «Ромул сказал, волей созвездий мы обрели наш древний почет», – Рим отвечал. «Что было прежде? Надо завыть, глянь вперед. Здесь будет цирк», – промолил Ромул. «Здесь будет дом наш, открытый всем. Но надо поставить ближе к дому могильные склепы», – ответил Рим. Вот такое стихотворение Николай Гумилёв написал. Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел вам рассказать. Немножко, конечно, немного. Вот тут большая история, но, сами понимаете, Древний Рим – это вообще-то очень много различных историй. Вот такой памятник италийской волчицы, который кормлюет Ромул и Вера. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok